Ford Capri, ну или Capri на британский манер, показали миру на автомобильном салоне в Брюсселе 24 января 1969 года. Причём в этом случае важна именно конкретная дата. Ведь салон к моменту показа фордовской новинки работал уже неделю, но компания решила не бороться с конкурентами за внимание публики и прессы в первые дни работы Мотор-шоу, а выставила на своём стенде огромную коробку, обёрнутую фольгой, похожую на гигантскую плитку шоколада и перетянутую голубой лентой, которая вращалась на подиуме, украшенной надписями на французском и фламандском языках, что премьера автомобиля из ваших самых смелых грёз состоится 24 января. Рядом стояли пять телевизионных экранов, на которых раз в секунду на полсекунды мелькали картинки автомобиля, похожего на американский Ford Mustang. Встав на колени и заглянув под эту огромную коробку на фордовском стенде, можно было увидеть знакомые агрегаты — задний мост, переднюю подвеску McPherson, речное рулевое управление, правда, там не было ни двигателя, ни коробки передач. В общем, целую неделю Ford мурыжил посетителей автосалона, и если вы услышали слово «хайп» только в новейшие интернет-времена, то Ford добивался этого эффекта ещё в конце 60-х годов XX века. И на волне этого небывалого интереса к новой машине компания за пять лет продала больше одного миллиона двухсот тысяч этих автомобилей. Но не хайпом единым, конечно. За несколько лет публика, конечно, остыла, яркие впечатления забылись, но Ford Capri по-прежнему оставался стильным, удобным, практичным, недорогим и интересным автомобилем. И, в общем, вполне обычным, построенным на массовых узлах и агрегатах Ford-картина популярного семейного седана. И, как в случае обычных машин, Capri, конечно же, модернизировался все годы производства. Менялись детали и пакеты оснащения, двигатели, и даже конструкция задней подвески подверглась серьёзной ревизии. И, собрав всё это воедино, Ford осенью 1972 года провёл рестайлинг, перетряхнув модели и модификации, сменив наименование пакетов или вовсе отказавшись от старых наборов опций. А на вершине гражданского модельного ряда, не претендовавшего на спортивные успехи, оказалась машина по имени Ford Capri 3000 GXL, своеобразным шестицилиндровым двигателем мощностью 148 л.с., разгоном до 60 миль в час за 8,3 секунды и максимальной скоростью 122 миль в час. В метрической системе этот Capri совсем чуть не дотянул до клуба тех, кто может за 200, максимальная скорость оказалась 196 км в час. Фордовская реклама рассказывала о 151 улучшении для новых Capri в Великобритании, а на американских версиях таких изменений насчитали аж 194. И было немало новшеств, заметных как снаружи, так и внутри. Характерный горб на капоте получили все модификации британских Capri, а не только самые мощные, для которых капот изначально и меняли. Задние фонари стали заметно больше, а спереди все модификации получили модные прямоугольные фары увеличенного размера. Все, кроме 3000 GXL. Этому достались четыре круглые галогенные фары. Это оформление, в общем, не было новинкой. В США Capri как раз такой оптикой и шли, да и на британском рынке уже был RS-2600 с таким оформлением светотехники. Плюс изменились облицовки радиатора. Пороги стали красить чёрным на всех машинах, у GXL, который сменил модификацию E, осталась виниловая крыша в качестве востребованной и модной опции. Заметно освежили салон. В общем, машины заметно отличались от исходного Ford Capri, что ярко дебютировал в январе 1969 года. А 8 марта 1973 года свежая версия машины в топовом исполнении 3000 GXL в ярко-красном свете попала на обложку журнала Автокар. Под этой обложкой был подробный тест новинки. Резюме было позитивным. Двигатель стал тише, ход стал заметно мягче, а салон прилично улучшили. Чуть лучше стала динамика, а управляемость осталась отличной, как и оснащение. И всё это по вполне разумной и привлекательной цене. Четырёхступенчатую коробку Ford ещё за год до этого перетряхнул, убрав прежний провал между второй и третьей передачами. Рычаг переключения передач сделали на пару дюймов длиннее, переместив его ближе к рулю. Вообще, британские журналисты отмечали, что фордовские инженеры внимательно изучили все претензии прессы к прежней машине и тщательно устранили все замечания. Версия GXL отличалась помимо четырёх мощных фар ещё и резиновым молдингом по бортам, клыками на бамперах и спортивными колёсами. Это всё было стандартным оснащением, как и радиоприёмник. Колёса, кстати, эти характерного и модного дизайна, а в восьми спицах были штампованными, а не литыми, как могло показаться со стороны. С любого ракурса эту верхнюю в модельном ряду модификацию можно было отличить с ходу. В те годы это было очень важно. А изменённая задняя подвеска, которую сделали мягче, но при этом добавили стабилизатор поперечной устойчивости, обеспечила плавный ход на любых покрытиях, сравнимый с Ford Granada. При этом управляемость не только не пострадала, но даже стала лучше. Уменьшился снос передка в быстрых поворотах, и в целом машина поехала более предсказуемо, чем ранние версии Capri. Хвалили британские журналисты и радио Bosch, и галогенные фары, хотя вот дворники у машины на скоростях выше 90 миль в час отходили от стекла под воздействием ветра. В общем это был отличный автомобиль, за который просили 1872 полновесных британских фунта образца 1973 года. Но для тех, кому хотелось трёхлитровой Capri, но цена казалась высоковатой, была версия GT вместо GXL, минус радио, обогрев заднего стекла и всякие разные приятные мелочи, но зато тот же двигатель на той же ходовой и на 177 фунтов дешевле. Но главным преимуществом той машины, как писали британские журналисты, было ощущение, что ты за рулём как дома, всё удобно, ни к чему не надо привыкать, ничего не раздражает, даже если вы впервые оказались за рулём этой машины. После модернизации это была комфортная и качественная машина, универсальная и практичная несмотря на свой двухдверный кузов-купе и довольно быстрая с трёхлитровым V6 под капотом. Надо отметить, что автомобили Ford тех лет дают отличную возможность заработать производителем масштабных моделей, по крайней мере тем из них, кто к своему делу подходит с умом и с уважением к собирателям. Один кузов, одна по сути модель, может иметь огромное количество вариантов исполнения, оформления, комплектации, да ещё плюс рестайлинги и разные спецверсии. Ивангардс, проектируя свои масштабные копии ещё на берегу думает о будущих вариантах, и потом долгие годы их выпускает на радость собирателям. Этот рестайлинговый Ford Capri 3000 GXL — одна из предельных версий, которая максимально отличается от базовых машин первого поколения, с которых Вангардс и начинал эту масштабную эпопею. Здесь и капот с горбом, и задняя панель поздняя с большими фонарями, и четыре круглые фары спереди, и облицовка радиатора новая, и колёса — конечно же те самые восьмиспицевые спортивные, которые были положены в версии GXL. Цвет может быть не самый яркий для этой машинки в этот раз выбрали, но сам по себе фордовский Sapphire Blue очень хорош, а в случае масштабных моделей ещё и бережно к расшивке относится — краска здесь лежит тонким слоем и позволяет оценить отличную форму кузова и её грани. Машинка эта, как и большинство моделей Вангардс последних лет, имеет реальный прототип, купленный в 1992 году и восстановленный нынешним владельцами с пепла к 2009. Сама же эта машина 1973 года выпуска и впервые встала на учёт в декабре того года. Может это и не сильно важный нюанс, но многим собирателям дополнительно греет душу наличие реального прототипа их моделей, а не абстрактные модельки по мотивам с выдуманными номерными знаками. Хотя, конечно, какие-нибудь машины со страниц старых журналов ещё более интересно выглядели бы в качестве масштабных моделей, чем просто автомобили каких-то неведомых энтузиастов. Но в любом случае этот Ford Capri 3000 GXL отличная модель. Это не шедевр и не верх китайских модельных технологий, но добротное и качественное изделие, сохранившее дух старых моделей родом из 60-х и 70-х годов XX века, но сделанное уже средствами и технологиями века XXI. Точная форма, аккуратные детали и, традиционное для Вангардс, внимание к мелочам. А на выходе получаются машинки, которые и в руки взять приятно и поразглядывать интересно, да и история за ними какая-никакая имеется. Правда, в очередной раз нельзя не отметить, что свежие релизы от Вангардс и сами по себе стоят под 40 евро, а с доставкой таки под 50 выходит. Такая цена заставляет гораздо более придирчиво разглядывать эти машинки. Когда за них просили 16 или 20 фунтов, а доставка стоила 2,50 — требования были пониже и собственный, грубоватый стиль Вангардс отторжения не вызывал, как и мелкие производственные дефекты. А за нынешние 50 евро уже и донышко слишком грубое, и дворники не самые лучшие, и фары мелкие, да и ещё недостатков можно накопать при желании от дефектов окраски до криво-вклееного капота. Благо этот Ford Capri вышел года три назад и стоил ещё немного дешевле, чем сейчас, так что его можно просто поставить на полочку и любоваться добротным изделием. Шутки шутками, но, например, из последних свежих выпусков моделей на этой форме вышел отличный Ford Capri 3000E. Это дорестайлинговая топ-версия машины. Серебристый металлик, зеркала на крыльях, прямоугольные фары с дополнительным светом, задние фонари старого образца, отличное изделие, которое имеет смысл поставить на полку, но 40 евро плюс доставка. И вроде как уже не сильно надо, ведь этих Capri и так уже целая россыпь имеется, и серебристый металлик надоел, и отличий не так уж много, и форма-то одна и та же, да и вообще много другого интересного вокруг. В общем, за 16 фунтов эти модели были гораздо более привлекательны. Пишите в комментариях, что думаете про этот Ford Capri 3000GXL родом из 1973 года, и как вам масштабная модель автомобиля в цвете голубой сапфир, и не стоит ли у вас на полке какой-нибудь из вариантов модели на этой форме. Но раз уж досмотрели ролик до конца, то самое время собрать волю в кулак и прожать какую-нибудь кнопку под этим видео. Там их много нынче развелось, и среди них ещё остались бесплатные. Но чтобы вы не прожали в этот раз, спасибо, что были здесь и сейчас. Если остались силы, листайте дальше. На этом канале и Capri, который Capri в разных исполнениях имеется, и Ford'ов немало, да и модели от британского Vanguard's тоже встречаются. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok